доброе утро дорогие друзья доброе утро чтобы был у вас хороший день хорошая неделя всем доброе добрейшее утро сейчас я выхожу в эфир в инстаграме в инстаграме в телеграме и мы будем как всегда изучать урок торы с утра лучше начало дня сегодня 20 августа и глава двадцатая притчи царя сломона мишлей значит мы сегодня начнем как раз изучает 20 глава так все запись пошла поделиться звук все и вот мы в телеграме вот в телеграме вот доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее утро я в вене в городе вена провожу здесь тренинг до тренинг где обучают тренеров как тренировать коучей как быть коучами как ораторов как быть спикерами да это сегодняшняя моя тема здесь вот а мы изучаем великую мудрость великую мудрость царя соломона для того чтобы для того чтобы видеть мир видеть мир таким как он есть и действовать в этом мире так как бог сказал в нем действовать чтобы прожить хорошую правильную жизнь реализовать свой потенциал и удостоиться перейти следующий уровень следующий уровень жизни в духовную жизнь не всего достоится но вы я надеюсь встретимся там в вечности встретимся в вечности и так значит что у нас сегодня 20 глава я выбрал несколько отрывков всего 20 главе знаете сколько отрывков 20 главе примерно не примерно точно вам сейчас скажу сколько отрывков в 20 главе 20 главе значит 30 30 отрывков но мы не будем все 30 отрывков учить к сожалению не получается то есть если у вас есть книга у вас конечно получится прочитать всю книгу и и спокойно вы можете посмотреть все 20 отрывков или в боге но мы глубоко сейчас посмотрим несколько из них например начнем с отрывка номер пять значит пятый отрывок он говорит следующую вещь маем амутим этца были в иш в иш твуна и тлена значит дословно это переводится так глубокая вода совет в сердце человека и человек у которого есть твуна твуна это сообразительность но сообразительность которая умеет составлять более общую картину общий план есть два типа сообразительности есть бина когда когда ты понимаешь давар меток давар когда ты в глубину ведешь то есть ты понимаешь вещь из вещи раскладываешь на детали сообразительность детали причина следственной связи что является причиной того что сейчас происходит это называется бина то есть ты как бы на кирпичики раскладываешь да а твуна это когда что будет следствием того что сейчас происходит это называется твуна общая картина и значит вместе тогда мы собираем этот отрывок так что глубок глубокая вода совет сердце человека то что значит совет вот например там я спрашиваю у любомира литковского совет и говорю любомир или там герасимчук наталья до или в день и древод я говорю евгений дали пожалуйста совет и тут в этот на тему например там куда в вене пойти и тут что происходит уведение в голове я я задал ему вопрос и у него в его подсознание в долговременной памяти сложено все что он знает про вену все его какие-то события то что он читал то что он видел там что ему понравилось не понравилось это как вода глубокая то есть имеется ввиду в подсознание как глубокая вода и когда появляется запрос то оттуда из этой глубокой воды поднимаются ответы что поднимется непонятно поэтому надо время не надо спешить если вы хотите получить качественный совет от кого-то вы формулируете вопрос кстати вот я сейчас буду обучать коучи как формулировать вопросы именно до коучи они задают вопросы правильные есть открытый вопрос что больше всего тебя впечатлило вене что на тебя сильнее всего повлияло вене это как бы вылавливаешь у него самые яркие впечатления из его глубокой воды в подсознании и у него пошел процесс то есть глубокие воды совет поднимают в сердце человека вы ишь твуна человек который может собрать собрать общую картинку он его может вытащить понятно да как это работает это очень интересно значит по простому по простому если вы хотите использовать эту притчу в своей жизни царь самон это не царь самон тора в другом месте нам говорит такую такую мудрость до перте вот что марбейца тот кто умножает советование тот кто много советует самар бетвуна он увеличивает понимание видя как раз эти два слова и царь и твуна есть и в мишли и впервые значит марбейца я посоветовался с тани посоветовался с виталиком посоветовался с метро посоветовался с алексеем каждого с каждый заглянул свои глубокие воды в свое подсознание свой опыт свои какие-то знания и так далее и вытащил оттуда что-то что мне дал я все это собрал вместе в пазл и оп у меня появляется общая картинка поэтому если вам нужно по какому-то делу посоветоваться если вам нужно в каком-то деле поступить максимально правильно эффективно значит что вы делаете вы советуете с разными людьми задаете вопросы что ты думаешь по этому поводу как ты думаешь как бы ты поступил в этой ситуации что ты думаешь будет так что ты думаешь будет так то есть вы во всех этих глубоких водах особенно если это умные хорошие люди вы там по набирали пазлов и потом из этих пазлов силе сложили общую картинку это у нас двадцатая глава 5 отрывок мишли глубокие воды совет сердца человека муж разумный на русский так и перевел вычерпает его муж разумные ну или женщина разумная вычерпает его отлично значит следующее то что в этот раз я как раз всю главу прочитал и мне зацепил меня еще один пасок это двенадцатый отрывок двенадцатый отрывок значит звучит так озен шома в аэн роа ашем асэгам шнеем значит глаз ухо слышащие и глаз видящий то и другое создал бог интересно что большую часть информации человек получает из мира через глаза то есть мы смотрим на окружающий мир и глаз он очень быстро впитывает огромный объем информации причем что интересно мы не просто эту информацию получаем из внешнего мира мы из внешнего мира получаем сигнал световой он бьет по сетчатка глаза там палочки ковочки производится какое-то изменение в зрачок там что-то происходит и дальше этот сигнал переходит в электрохимический импульс который идет по нейронным сетям мозга идет он по нейронным сетям мозга и он активизирует то есть мы не видим всю картинку мы видим только кусочек а дальше мозг достраивает ту картинку которую мы воспринимаем ухо работает по такому же принципу но ухо она когда ты слышишь какой-то звук до звук речи например то сигнал намного дольше обрабатывается потому что представляете нужно колебания звука перевести в электрохимический импульс а потом сложить это в слова и понять это очень более долгий процесс поэтому поэтому например те которые быстро читают скорочтение они отключают а вот этот вот проговаривание внутренние слов и они воспринимают слова как картинку и как только они начинают воспринимать слова только глазом в чтении их скорочтение увеличивается в десятки раз потому что когда ты ухо слышишь и ты проговариваешь как бы внутри текст то это намного медленнее ведь здесь нам царь сам он просто сообщает что очень важно совмещать эти два канала и например вот тут я привел такой интересный интересный привел момент в шма израэль мы говорим следующие слова что слушай именно говорится шма израэль слушай израиль то есть понимание глубокое но все-таки идет только через проговаривание какого-то текста и если ты хочешь знаете как есть благо одно время мода читать в скорочтение много книг и там некоторые дошли до чуть ли не книгу в день читали кто-то там книгу в неделю а я всегда читал книгу в месяц я не читал книгу в неделю не читал книгу в день читал книгу в месяц и не читал а изучал медленно спокойненько вот прямо писал там три вывода своих каких-то рассказывал потом эту книгу статьи писал посты писал то есть старался писать читать книги изучать их чтобы медленно-медленно перегружать информацию и вот шма израэль и есть слова до шма израэль слушай израиль именно не смотри израиль а слушай израиль а шамиллокену бог всесильный бог бог один да а шамахат бог один это надо как бы услышать вдуматься в это понять это но когда-то это понял дальше есть слова в шма израэль тоже в конце что в лото туру ахарели вавкем и ахарейны хэм не блуждайте влекомые сердцем и глазами то есть глаза человека они они как бы очень быстро туда посмотрел сюда посмотрел здесь там и чем начинают блуждать глаза видят сердце хочет руки ноги делают то есть у человека глаза являются тем тем как сказать соединением человека с миром которая ведет дальше его мышление и тот кто особенно сегодня когда столько вот этих стимулов которые мы воспринимаем через глаза то есть инстаграм телеграм вот эти вот 100 соц сети люди все время там тик ток да это по 15 секунд и у человека меняется картинка то есть он получает столько впечатлений сколько раньше за жизни получал мы тут должны вспомнить о том что не блуждайте влекомые сердцем и глазами то есть нужно жизнь свою строить обдуманно нужно же строить осознанно нужно не просто воспринимать информацию тут же автоматически действовать а нужно нужно эту информацию обдумывать тогда будет совершенно другое качество жизни хорошо дальше следующий отрывок 13 13 отрывок он говорит нам следующая вещь аль-теавшина не люби сон говорит нам царь салон пэн-кивареш может быть ты обеднеешь чтобы ты не обеднел даже вот так точнее перевести не люби сон чтобы ты не обеднел как энеха открой глаза свои свалеком и насыдешься хлебом здесь как раз мы мы видим что нет однозначно хороших и однозначно плохих вещей то есть все в этом мире хорошо везде важна золотая середина этот царь сломонов сказал в кэлите в экклезиасте он сказал не будь слишком цариком не будь слишком злодеем и от этого от этого не убирай свою руку то есть нужно находить во всем золотую середину то же самое сон если человек например сон не досыпает то у него ухудшается вся деятельность его мозга она ухудшается он не выспался у него там стресс и так далее но если человек пересыпает то есть он спит хотя бы на час больше чем положено ему там 7 8 часов он спит 9 часов 10 часов то резко ухудшается его здоровье увеличивается риск там всех заболеваний и так далее то есть есть норма которую человек должен спать и если он спит норму это идеально меньше нормы и больше нормы это одинаково вредно представляете теперь здесь есть второе значение можно ходить и спать есть у Виктора Апилеевна замечательный рассказ о том как один студент обнаружил что все в его там университете все спят включая преподаватели и это такая метафора на способ жизни когда человек плывет по течению как во сне когда человек плывет по течению как во сне вот эти вот автоматические реакции не обдумывает не выбирает не углубляется не осознает то что он делает то как он живет то это тоже называется сон и обеднел здесь есть метафора не просто на фактическую бедность богатство да например человек который живет как во сне у него проходит полдня он не останавливаясь куда-то бежит возьмем такого сверх активного человека он бежит он успел там в 25 мест с 50 людьми он поговорил он такой весь заняты да но не выпил стакан воды спокойно и не с не получил от него удовольствие он не выпил чашку кофе спокойно и не поблагодарил всевышнего за то что у него есть великолепная возможность пить чувствовать видите он не увидел цветы вокруг на небо ни разу не посмотрел получается что по большому счету тот кто очень много бежит не останавливаясь он тоже спит и он то есть люди водятся за какими-то впечатлениями за какими-то там вот я сейчас буду заработаю денег куплю себе машину все ты можешь месяцами не видеть вообще своих ног не видеть травы не видеть земли и ты надейся что то впечатление которое ты получишь потом она как-то тебя обогатит нет пока мистера человек который не видит красоты окружающего мира не не чувствует тех великолепных ощущений которые могу услышать и почувствовать остановившись он бедный он бедный и вот этот сон о котором говорит царь салон это не обязательно физический сон это сон духовные и неумение понять и осознать и почувствовать вот тот момент жизни в котором ты находишься прямо сейчас вот такой вот есть момент и как раз еще вспомнил вот я вчера читал такая книга есть ради зелек плистин цепки называется книга гратики вот формула stories and insights значит гратики вот благодарность формула истории и инсайты какие-то на эту тему я как раз вчера читал про воду и он говорит если пить воду и все время момент когда ты пьешь не только благословение до еды а именно во время момента когда ты пьешь и говорить про себя я благодарен за воду я благодарен за воду я благодарен за воду и выпивать медленно стакан воды и много раз в это время говорить я благодарен за воду да потому что это не так и просто имеет чистую воду в мире миллионы людей не имеют не просто чистого ды вообще никакой воды и тысячи лет люди пили из там колодца в луже вообще какой-то непонятную воду значит а мы пьем чистую воду если ты говоришь я благодарен за воду благодарен за воду то ты включаешь в этот момент благодарность и потом ты привыкаешь когда ты пьешь воду, благодарить, да, и получать от этого радость, то потом, в момент, это очень интересная вещь, человек иногда падает в яму, в какой-то стресс, но для него вода уже является таким ключом, который включает у него якорь, есть такое в психологии понятие, включает у него состояние благодарности, и она потом может помочь ему выходить из стресса, то есть он потом выпивает, оп, и у него опять благодарность, и он как бы успокаивается от стресса. Дальше, следующий отрывок, 21-й отрывок, 21-й отрывок, он говорит нам следующее, 20-я глава, 21-й отрывок Нахала, мивоэлит, баришана, ваахарита, лот и вурах Значит, дословно переводится так, наследство, которое мивоэлит, это как поспешное, да, поспешно полученное, захваченное в начале, не благословится, нет в нем благословения впоследствии. Значит, что мы здесь видим в этом отрывке? Значит, ну я написал когда-то в книге короткий комментарий, очень, наверное, самый короткий, что, во-первых, все, что не заработано трудом, не имеет благословения. Во-вторых, если что-то быстро пришло, значит, над этим властвует злой глаз, и это может человеку повредить. Как это работает? Значит, ну возьмем, просто проверим, как в жизни работает. Вот есть молодой человек, я лично когда-то работал с одной девушкой, у которой папа в 90-е годы построил бизнес на торговле металлом. Он, ну, в 90-е годы построить бизнес на торговле металлом, это, это как на диком западе, когда-то в Америке, ну, то есть это было очень дико тяжело, огромные опасности, войны с бандитами, ну, там какие-то, очень тяжело было ему построить. И потом он умер, он умер, потому что это не улучшает сердце, нервы, карму, то есть у него, он в молодом возрасте умер, к сожалению, и оставил бизнес дочке. Ну, дочка, она не встроила этот бизнес, она не росла в 90-е, она наоборот, он очень ее любил, и он ее очень, как сказать, воспитывал таким нежным цветочком, да, и этот нежный цветочек получил наследство, а вокруг волки, вокруг волки, представляете, как было ей тяжело, и насколько это был для нее огромный-огромный удар, удержать это и так далее, это было очень тяжело. Это как бы по-простому то, что объясняет царь Соломон, что наследство, полученное быстро, оно впоследствии может быть неблагословенным. Второй вариант, это все, что легко приходит, легко уходит, это есть такая народная мудрость, легко пришло, легко ушло. То есть человек, то, что к нему легко приходит, он это не ценит настолько, как то, что он заработал тяжелым трудом, и поэтому оно у него более легко и уходит. Третье. Третье, это злой глаз. Значит, как раз вчера в Талмуде, трактат Брахот, я учил, интересно, про злой глаз, да, и может быть поэтому, видите, как оно соединяется. Вот все, что я учил вчера, я из 20 главы выбрал отрывки, которые вот мне сегодня, они как бы высветились ярко за счет того, что вчера я учил в субботу какие-то кусочки истории. Значит, вчера учил про злой глаз. Написано, что в трактате Брахот, что если человек заходит в какой-то город, если человек заходит в какой-то город, и он боится злого глаза, да, вот сейчас видите, у нас почему-то в Телеграме, в Телеграме исчезло соединение. Это интересно как, да? Может, не надо было это рассказывать. Может быть, как раз, так, удивительно. Соединение. Сейчас Телеграм у нас прервался. Трансляция. Ну, сейчас мы перейдем на режим. Вот такой. Так. Ну как? О. Вернулся Телеграм. Вернулся Телеграм. Видите? Я перешел на другую сеть, поэтому вернулся. Хорошо. Значит, говорится следующее. Следующая такая нам дается информация. Если человек заходит в другой город, в новый город, пешком заходит человек, и он боится злого глаза. Объясняет нам устная Тора, почему мы боятся злого глаза. Если у него есть какое-то или... И там, это вчера как раз интересно, был такой инсайт. Значит, на иврите есть слово такое болет. Болет – это ярко выраженное. Болет. Что-то у человека болет, да? И, значит, если перевести болет – это глагол. Что-то у него ярко выраженное. А перевести это в существительное, если у него есть облатота. Блатота. Блатота – это что-то ярко выраженное, да? Существительное. Блатота. Значит, есть такое слово. Я никогда не понимал его, откуда оно взялось в русском языке. Хватит блатовать. Там есть, вот, говорили человеку, который выделывается, да? В Харькове так говорили. Блатует. Он типа блатной, да? Тот ведет себя, выделывается. Такой человек, который заходит в город, написано было, и у него есть болет, что-то у него ярко выраженное. Или красота, или богатство, или что-то другое, да? У него ярко. Что-то, чем его благословил Всевышний, так написано. То есть, человек дал ему какое-то благословение. И он это благословение ярко выраженное. То написано, люди в городе, он зашел в новый город. Талмуд в Вавилонске, написанном Вавилоне, полторы тысячи лет назад его записали. То, что в устной форме передавалось тысячи лет. То есть, это очень древняя такая. И вот, представьте, он заходит, у него какой-то ослик модный, он как-то там, чалма у него козырная такая. И он еще идет, такой вот, блатной походкой, заходит в новый город. И написано, если он боится, что его сглазят. Еще уходит вглубь устная Турак. Талмуд построен на множестве комментариев. Мудрецы изучали, как работает мир. И там написано такая вещь интересная. Что, как работает вот этот вот злой глаз? Написано, есть два варианта. Морали с пради объясняют, что злой глаз работает так. Что есть, когда Всевышний сотворил мир. Он сотворил в этом мире и силы добра, и силы зла. Есть сатан, есть демоны, есть все. То есть, есть очень много, очень много уровней и слоев. Рай, ад, то, что мы называем. Теперь, есть силы зла. И человек, который кладет на другого злой глаз, он как бы включает на него, как молния с неба, вот эти силы зла. Он ему завидует, он как-то плохо на него смотрит и так далее. Это называется злой глаз. Это первый вариант, как работает злой глаз. Второй вариант, объясняют другие мудрецы. Они говорят, не так работает. Работает по-другому. Значит, человек, которому Бог дал благословение. Бог же ему дал благословение, он ему и так много дал уже, правильно? Человек должен быть счастлив. И он не должен приносить страдания другим людям. Он должен другим людям пользу приносить своим благословением. Но здесь, если он заходит в другой город и блатует, да, то есть он вместо того, чтобы скромненько зайти, как Авраам, который прятал Сару, как Ицкак, который прятал, не Ицкак Яков прятал свою дочку Дину, да, когда... То есть, прямо Авраам Ави, но он Сару, который был очень красивый, он ее прятал, чтобы люди не сглазили, чтобы не было опасности. А он блатует, да, своей красотой, богатством выделывается. Он приносит страдания другим людям. А если он приносит страдания другим людям, и они ему начинают завидовать, плохо на него смотреть, то на небе пересматривается то благословение, которое ему дали. То есть, и могут у него это благословение забрать. Теперь, если наследство, полученное поспешно, не заработанное, а просто человеку, ну вот, перевалило наследство, по-любому оно вызывает зависть у многих людей. То есть, когда человек заработал, говорят, ну, что сказать, молодец, заработал. Конечно, я бы не согласился такой путь пройти, как там он прошел. То есть, люди не завидуют, зная, какой тяжестью достались какие-то другому человеку достижения. Но если это наследство, то люди скажут, вот почему ему так везет, а мне нет. Вот почему одним везет, родили золотую ложку во рту, а другим не везет. И вот в этот момент, вот этот злой глаз может как раз сильно повлиять. Это второе объяснение, почему наследство, поспешно полученное в начале, не благословится в конце. Все, дорогие друзья, есть еще, ну, еще один отрывочек, я тогда коротко скажу его. Это 27-й отрывок, который очень известный. Этот отрывок, прям, может быть, из всей 20-й главы, самый известный. Значит, И она исследует все, все, как бы, хадарим, это все места в его сердце. Значит, Все мысли человека, это как фильтры такие, да, как раньше в кинотеатре был этот самый, ну, пленка и светильник такой, да, он светил, и на экран шел свет такой, мощный был свет прожектора, проектора такого, и шла пленочка, и на экран шел фильм. То же самое, душа человека внутри, это божественный свет, который находится внутри. Мысли человека, это как фильм, который идет. И все события жизни человека, это проекция тех, тех мыслей, которые у него в голове находятся. И так оно работает просто. Это такое нам оповещается, что душа человека, это как божественный проектор, который просвещает все мысли человека, все его намерения, все его желания, и выдает фильм во внешнюю реальность. А так как людей много, то получается, что фильмы соединяются. Каждый живет в своем кино, каждый живет в своем абсолютно ожидании от реальности. Каждый понимает другого вообще не так, как другой хотел себя выразить. И вот мы все живем вот в таких вот множестве разных сериалов, фильмов, которые пересекаются один с другим. Кто-то в это время спит, кто-то в это время просыпается, кто-то активный, кто-то меньше активный, кто-то верит в Бога и постоянно соединяется со Всевышним и выполняет его волю, кто-то, к сожалению, нет. А мы изучаем, как эта вся система работает для того, чтобы, надеюсь, что есть у вас такое же искреннее намерение, как у меня, служить Всевышнему, действовать по тому, как он сказал человеку действовать, и с надеждой, что хозяин мира, Бог, Творец Мироздания, даст нам хорошие условия, благополучие физическое, благополучие духовное, благополучие интеллектуальное, благополучие мир, мир в душе, мир с близкими, мир вообще в мире, чтобы закончилась наконец эта война, мы каждый день молимся, и каждый день прямо очень прошу Всевышнего, чтобы война закончилась прямо сегодня, и прекратились эти совершенно бессмысленные убийства, которые происходят молодых людей, к сожалению, они чьи-то дети, чьи-то братья, чьи-то мужья, это очень страшная ситуация, которая должна как можно быстрее прекратиться. Все, всем удачи, успехов, и чтобы Всевышний благословил всех друзей, партнеров, спонсоров ВАИКРа, всех, кто ходит на уроки, всех, кто делится уроками, чтобы было благословение. Все, удачи, успехов, до завтра.